МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Турции Кот стал телеведущим. Он прославился во время телешоу на местном канале. Европол провел глобальную зачистку. В последние его спецоперации по борьбе с организованной преступностью участвовали представители 52 стран, а также коллеги из четырех международных правоохранительных организаций. Операция длилась неделю. За это время европоловцы задержали около тысячи человек, изъяли почти 2,5 тонны кокаина и более 180 тысяч евро. 193 задержанных подозреваются в совершении киберпреступлений. 72 преступника попали в поле зрения Европола по подозрению в торговле людьми. По предварительной версии следствия, жертвами торговцев живым товаром стали 529 человек. Еще 31 человек задержан за содействие нелегальной миграции, а 18 занимались перевозкой наркотиков. Также 193 человека были задержаны по подозрению в использовании украденных или поддельных кредитных карт. В ходе операции сотрудники Европола проверили более 540 тысяч автомобилей и задержали 745 нелегалов. Немецкий автопроизводитель Volkswagen покоряет китайский рынок. В Поднебесной официально стартовали продажи нового премиального седана Volkswagen Fideon. Он будет конкурировать с Audi A6, BMW 5 серии, Mercedes-Benz и класса. Эксперты утверждают, что новая модель пришла на смену старому Volkswagen Faiton. Его производство остановили весной этого года. Новый флагманский седан можно приобрести как с 4-цилиндровым бензиновым двигателем 2.0 TSI, так и с мотором 3.0 V6. Мощность агрегатов составляет, соответственно, 220 и 300 лошадиных сил. Они работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Авто можно купить как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте. У нового автомобиля обитые кожей на покресла. Пневмоподвеска, подогрев сидений, встроенный холодильник и даже функция массажа. Faiton имеет круиз-контроль, ночное видение, проекционный дисплей и автопарковщик. Отличительными чертами модели стал стильный дизайн и высокий уровень комфорта. Создатели седана говорят, что хотели сделать элегантное авто, и им явно это удалось. Одна из наших главных задач состояла в том, чтобы создать идеальный и красивый внешний дизайн. И нам это удалось. Каждая линия нового авто полна очарования. И это создает непреодолимое желание водить эту машину, стать ее владельцем. Стоимость седана на рынке Китая начинается от 350 тысяч юаней. За более топовую оснастку придется заплатить почти 660 тысяч юаней. Это примерно 47,5 и 89,5 тысяч евро. Как заявляют представители компании, новинка, произведенная на совместном предприятии Volkswagen и Saik, предназначена исключительно для китайского рынка. Volkswagen решил провести маркетинговый эксперимент и посмотреть на перспективу роста спроса на новинку в Китае. А в случае успеха компания может вывести модель и на другие рынки мира. Потенциальная аудитория – зажиточные китайцы, которые ценят комфорт и роскошь, но не стремятся это афишировать. Помимо этого, Volkswagen возлагает на Fideon особые надежды. Новый седан призван поднять имидж марки на новый уровень. Немцы рассчитывают, что новый флагман придаст марке налет люксовости. Впрочем, нечто подобное руководство ожидало и от Fideon, который так и не смог достичь успеха и признания. Правозащитная организация Amnesty International опубликовала рейтинг защищенности самых популярных в мире 16 онлайн-приложений для общения – мессенджеров. Наивысшие оценки получили Facebook Messenger и WhatsApp. Их оценили на 73 балла из 100. Оба приложения принадлежат основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу. Каждый человек имеет право на приватность. Это фундаментальная часть Декларации ООН по правам человека. Поэтому компании должны защищать частную информацию своих клиентов. Ведь когда вы отправляете сообщения своим друзьям, любимым или членам семьи, то не хотите, чтобы их видел кто-то еще. На втором и третьем месте оказались iMessage, FaceTime и Telegram. Они набрали по 67 баллов. iMessage и FaceTime принадлежат технологическому гиганту Apple, а Telegram создал основатель соцсети ВКонтакте Павел Дуров. Меньше 50 баллов получили Viber, Skype, Snapchat и BlackBerry. Ноль баллов заработали китайские мессенджеры QQ и WeChat. Авторы доклада оценивали приложения по ряду критериев, связанных с безопасностью. Главным из них была возможность полного шифрования передаваемой информации от отправителя до получателя. В приложениях с низким рейтингом это шифрование полностью отсутствует. Несмотря на все усилия борцов за права животных, травля гончами оленей, лис и зайцев переживает во Франции своего рода расцвет. Многие компании, рассчитанные на непрофессионалов, предлагают всем желающим поучаствовать в охоте на косулю или другого зверя. Выезды устраиваются как верхом на лошадях, так и в конных колясках. Мэте Бойе, владелица фирмы «Конные прогулки с принцами», работает в лесах в окрестностях Шантии, к северу от Парижа. Как-то раз я пригласила друзей, которые не имели ни малейшего представления об охоте. Им так понравилось, что я превратила для себя это занятие в работу. Теперь мы предлагаем самые разнообразные виды конных прогулок. В отличие от других видов охоты, с ружьем, луком и стрелами или ловчими птицами, зверя убивает не человек, а стая гончих. Кормление собак после гона – тоже особый ритуал. Глава французской ассоциации любителей охоты с гончими Пьер Буагильбер признает, что у этой старинной забавы много противников, которых вдохновляет деятельность защитников прав животных и пример англо-саксонских стран. Но и приверженцы традиций не намерены уступать вегетарианцам. Охотники любят своих собак, свою землю и диких животных. Когда мы предаем животное смерти, мы делаем это с уважением. Сам ритуал охоты с гончими, освещение охотничьих трофеев – это знак нашего уважения и осознания ответственности за то, что мы отнимаем у зверя жизнь. Традиция конной охоты с гончими очень древняя. В 16 веке король Франции Франциск I повелел прорубить в лесах просеки и устроить круглые поляны, позволяющие охотникам преследовать оленей и косуль, а собакам загонять их в ловушки. Количество любителей охоты с гончими удвоилось во Франции за последние 40 лет и составило 10 тысяч. Общая численность охотников в стране достигает 1 миллиона человек. После фермеров они считаются самой влиятельной группой лоббистов. Пилотируемый корабль «Союз МС-02» стартовал с космодрома Байконур во вторник. В пятницу днём аппарат достиг МКС. По данным НАСА, стыковка к модулю поиска орбитальной станции прошла в штатном режиме. Шлюз открылся, и на борт МКС прибыли три новых члена экипажа. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. Они должны провести на орбите 155 суток. На этот срок запланировано свыше 50 биологических, биотехнологических, геофизических, технических и медицинских экспериментов. Кроме вновь прибывших, на борту МКС сейчас находится россиянин Анатолий Иванишин, японец Такуя Аниси и американка Кэтлин Рубенс. Самка черного носорога родилась в зоопарке Блэнк Парк Зу в городе Дэмойн, штат Айова. Момент рождения сняла камера видеонаблюдения. Детеныш и мать чувствуют себя хорошо. Рождение в неволе детеныша черного носорога – важное событие не только для зоопарка, но и для будущего всего этого вида, которому угрожает исчезновение. Как сообщает зоопарк в пресс-релизе, родившаяся самка носорога поднялась на ноги и начала ходить уже через час. Спустя два часа новорожденная попыталась сосать молоко матери. Это, по словам сотрудников зоопарка, свидетельствует о том, что животное чувствует себя превосходно. Мать и дитя должны привыкнуть друг к другу, после чего их выпустят на люди. Черный носорог внесен в Международную красную книгу. Главная опасность для него – браконьеры, поставляющие сырье для традиционной восточной медицины. Город Донизли находится на юге Турции. И до сих пор утреннее шоу на местном телеканале смотрели только его жители. Но в конце октября один из эфиров получил международную известность. Ведущий читал сводку вполне серьезных новостей, когда внезапно обнаружил, что на стул рядом с ним запрыгнул кот. Посидев там несколько секунд, он решил перебраться на стол, после чего приспокойно разлегся на ноутбуке ведущего. Тот ни гладить, ни выгонять кота не стал. А попросив коллег убрать хулигана, начал зачитывать следующую новость. В редакции к такому парному видению отнеслись с юмором. Кота решили взять к себе и назвали Хюсню. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. М-С.ТВ и на наших страницах в социальных сетях.